В эфире программа День Города в студии Оксаны Тебенихиной. Мы приветствуем наших зрителей и в ближайшее время расскажем о самых важных событиях Рязани. Смотрите в этом выпуске. Самодельный легкомоторный самолет упал недалеко от аэродрома Протасова. Катастрофа унесла жизнь пилота 57-летнего рязанца. Помощь промышленникам и бизнесу губернатор Олег Ковалев провел встречу с заместителем министра финансов Российской Федерации. Счастье кончилось. По крайней мере для рязанцев в муниципальном транспорте города стали выдавать чеки вместо привычных билетов. Теперь обо всем подробнее. В воскресенье недалеко от аэродрома Протасова Рязанского района рухнул легкомоторный самолет. Погиб его пилот 57-летний Олег Колчин. Воздушное средство было самодельным и соответственно не регистрировалось. Свой полет рязанец ни с кем не согласовал. Он поднялся в воздух с дороги близ аэродрома, успел сделать лишь один круг и рухнул, не справившись с управлением. Подробности в сюжете. Это видео снимали сами конструкторы самодельного самолета. Именно он разбился в воскресенье 4 сентября под Рязанью. Здесь самолет еще не в последней своей комплектации. Вместо двух двигателей один. За штурвалом погибший 57-летний рязанец Олег Колчин. После приземления он рассказывает, что при нужной скорости высоты все равно не добирает. Как есть крылья эти, что нету. Точно так же валит. Точно так же вверх не хочет лететь. Что пошло не так в самодельной машине пока неизвестно. Риски от управления такими ненадежными аппаратами всегда слишком велики. Незамедлительно по данной информации на место события были отправлены силы и средства в количестве 8 единиц техники и 22 человека. На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники транспортной прокуратуры. Из объяснений очевидцев следует, что самолет под управлением указанного пилота без уведомления органов воздушного движения взлетел с полей недалеко от места крушения и пролетал перпендикулярно краю полосы. На высоте примерно около 10-15 метров при осуществлении разворота данный самолет потерпел крушение. Олег Колчин известный рязанский дельталетчик. Он же был хозяином летательного аппарата и его конструктором. Мужчина конструировал этот самолет в течение 10 лет. Тестировал его на аэродроме Протасова. В воскресенье решил испытать судно в воздухе. После взлета, сделав один поворот, самолет стал терять скорость. Пошел на снижение и врезался в землю под углом приблизительно в 70 градусов. Пилот погиб. Разбившийся самолет не был зарегистрирован. Проходил испытания и дорабатывался. Промышленные предприятия региона посетили в четверг губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров. Они познакомились с производственными процессами, а также пообщались с коллективами заводов. В ходе посещения предприятий гости ознакомились с производственным процессом и встретились с трудовыми коллективами. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся перспектив развития предприятий, доступности кредитов, системы распределения федерального бюджета, пенсионного обеспечения, работы фонда медицинского и социального страхования. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров проинформировал участников встречи о формировании федерального бюджета на трехлетний период и особенностях налоговой политики. В рамках встречи обсуждался и широкий круг тем, в том числе связанных с влиянием внешнеэкономических санкций на промышленность. По словам Андрея Макарова, в настоящее время сложились условия для того, чтобы увеличить выпуск отечественной продукции, основу ВЭСИ на внедрении современных технологий. Именно предприятиям, которые активно модернизируют и наращивают производство, выходят на внешний рынок и оказывается в первую очередь поддержка, отметил губернатор. В качестве примера привел Техно Николь. У нас есть договоренность о том, что еще будет продолжаться развитие, еще есть несколько цехов, которые необходимо осваивать здесь. Но мы не торопимся, потому что сами экономические условия сегодня сложные, несколько падает спрос на продукцию по вполне понятным причинам. И хорошо, что продукция настолько конкурентно способна, что она идет на экспорт. И это и есть то самое настоящее импортозамещение. Когда наша продукция уйдет на экспорт, это и есть импортозамещение, которое имеет долговременную и стабильную основу. О мерах господдержки, в том числе в части предоставления налоговых преференций промышленным предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, шла речь на встречу руководителей предприятий малого, среднего и крупного бизнеса региона. В ней принял участие заместитель министра финансов России Илья Трунин. С точки зрения налоговой политики нам удастся обойтись, как это нам поручал президент, обойтись без увеличения налоговой нагрузки на экономику. Более того, мы считаем, это моя точка зрения, то, что лучше налоги снижать, чем повышать. И мы будем пытаться это делать. Но, тем не менее, дополнительные источники доходов нужны. Минфин, Министерство финансов, включило в себя и теперь занимается, помимо, собственно, налоговых вопросов, еще двумя важнейшими секторами фискального администрирования. Это таможня, таможенная служба и это регулирование алкогольного рынка. То есть два важнейших источника дохода. И по каждому из них мы надеемся, что без какого-либо увеличения ставок платежей по этим направлениям нам удастся увеличить доходы. В свою очередь, власти от бизнеса ожидают ответных шагов. По словам председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, это, например, отказ от серых схем выплаты заработной платы работникам, развития таких направлений деятельности, которые востребованы населением каждой конкретной территории, где будет работать предприятие. Андрей Макаров подчеркнул, что необходимо сотрудничать в рамках законодательства, находить точки соприкосновения и действовать в интересах общества. С 1 сентября в муниципальном транспорте Рязани стали выдавать чеки вместо билетов. На чеках есть дата, время выдачи и номер маршрута. Что же касается номера самого чека, то он теперь четырехзначный вместо шестизначного номера привычного билета. Так что погоня за счастливыми билетиками для рязанцев окончена. Добрые традиции счастливых билетов уходят в прошлое. С сентября этого года в общественном транспорте Рязани введена новая форма оплаты проездных билетов. Реформы начались 1 января 2013 года, когда муниципальный общественный транспорт в областном центре перешел на новый уровень работы. После длительной подготовки в рязанских автобусах и троллейбусах была введена электронная система оплаты проезда. Первым электронный билет получили льготные категории граждан – пенсионеры, студенты, школьники. Ну, проездные бумажные, они как были, так они остались, они их просто предъявляют. А это которые льготники, студенты, школьники и все пенсионеры, они практически с карты ездят. И кто оплачивает нам за деньги, мы тоже пробиваем теперь с аппарата. В советское время в троллейбусе можно было прочесть «Совесть пассажира – лучший контролер». Стоимость проезда стоила 4 копейки в троллейбус и 5 копеек в автобус, а билетики отрывали самостоятельно. У кондуктора теперь специальный терминал. Он легче и удобнее считывает всю информацию с проездного билета, а процесс оплаты занимает всего несколько секунд. Он сам легче, компактнее, удобнее. И обслуживание быстрее идет. Пассажиры пока еще в завершательстве? Ну, только тяжелее с пассажирами работать. Пассажирам неудобно, так что нужно доставать из... Очень сложно им достать карту. Пассажир вместо привычных получает билет нового образца. В нем указаны даты и время, номер маршрута и транспортного средства, наименование предприятия-перевозчика, а также уникальный номер, который как ни складывай, счастливого не получишь. 5 плюс 9 получает 14, а вот 16. У нас счастливый билет не получается. Да, жалуются, конечно. Только теперь вот ничто не посчитаешь. Счастливых нет билетов. Вы раньше складывали цифры? Да. Ели? Ну, задел. Раньше мы их съедали. Когда на единицу отличали, мы их прятали и ждали какой-то встречи. Вот. А сейчас? А сейчас нужно планировать встречи заранее и не ждать счастливого билета. А, ну я вот не планировал встречи, а вот сами встретился. Сами строить будем свое счастье. И искать их в троллейбусах. Кстати, например, в Петрозаводске троллейбусное управление советует не выбрасывать новые билеты. Номера участвуют в розыгрыше, и пассажиры могут стать обладателем не только счастливого номера, но и подарков, произнового билета или зарядного устройства для телефона. В Рязани новая система позволит накопить статистику пассажиропотока, что поможет в дальнейшем провести оптимизацию маршрутной сети. А счастье все равно улыбнется каждому, вне зависимости от способа оплаты. В нашу редакцию поступило сообщение от жителей поселка Турлатова. И нет, не оставшим уже привычным специфическом запахе с близлежащих предприятий о том, что недалеко от местного водоема неизвестные опустошили грузовик, выгрузив прямо на землю тонны просроченного мяса. Кто принял решение избавиться от несвежего продукта таким образом, сейчас выясняют сотрудники полиции и природоохраны прокуратуры. Поступило сообщение, что на территории Октябрьского района города Рязани, вблизи поселка Листвянка, на улице находится бесхозное мясо. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Собранные материалы переданы в городскую природоохранную прокуратуру для дальнейшего принятия решения. В соответствии с федеральным законом об отходах производства и потребления запрещено размещать отходы в необорудованных для этого местах. В данном случае твердые коммунальные отходы размещаются у нас на санкционированных свалках. Биологические отходы, к которым также относятся и отходы мясной промышленности, у нас утилизируются на специальных установках на предприятии. Также предусмотрено правилами благоустройства города Рязани, так же, что недопустимо захламлять территорию города твердыми коммунальными отходами, биологическими отходами и иными отходами производства и потребления. За нарушение правил благоустройства города Рязани предусмотрена административная ответственность в соответствии с законом Рязанской области об административных правонарушениях. За нарушение федерального закона об отходах производства и потребления предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. При поступлении материалов в природоохранную прокуратуру информации о несанкционированном размещении отходов будет принято решение о необходимости прокурорского вмешательства в данном вопросе и будут приняты меры для установки виновных лиц и для привлечения их к ответственности и меры для утилизации отходов в соответствии с действующим законодательством. Кремлевский вал вновь распахнул для жителей Рязани дорогу в космос. В эти выходные там состоялся вечер тротуарной астрономии. Граждане нескончаемым потоком проходили перед телескопом, заглядывали в окуляр и вдохновлялись необъятными просторами Вселенной. На этом космическом мероприятии побывала и Анна Герцовская. Подробнее обо всем узнаете из ее материала. С 7 до 9 вечера звезды планеты Луна-Люди. Все они были объединены одним изобретением человечества телескопом и теми астрономами, которые принесли его с собой. С 7 вечера в субботу рязанцы еще на светлом небе могли наблюдать заходящую за горизонт Луну. Она находилась в завершении своего цикла и поэтому выглядела тоненьким серпом. Луну видно прикольно, классно. Первый раз смотрю в такую штуку. Очень прикольно. Видно как раз эти кратеры. Ну, может быть, там освещение просто плохое, не знаю. Мне кажется, ночью смотреть где-нибудь за городом будет еще круче гораздо видно. Мне обычно понравился контур Луны слева. Ну, я не знаю, конечно. Хотелось бы еще побольше и поближе рассмотреть. Ну, как это? В какое время суток попасть надо? Не знаю. Они подскажут, да? Астрономы-любители из Рязани прямо на Кремлевском валу проводили экскурс по космическим объектам. Для совсем юных рязанцев они привезли небольшую стремянку, чтобы им было удобнее наблюдать за космическими телами. Смотри, посмотри, есть там кратеры, такие кружочки. То есть этот серпик состоит еще из кружочков с таких темных. Зеркало, смотри. О, большой петя. Конечно, погода в этот субботний вечер оставляла сомнения, получится ли увидеть Сатурн. Все с нетерпением ждали, когда же он появится уже на потемневшем небе из-за тучи, которая планомерно сдвигалась в сторону. И тут обзор открылся. Как стараемся субботу? Кольц, кольцо и планета. Слушай, а как... Посмотри еще раз. Как круто видно вообще. Неужели он настоящий? Настоящий. А то нет, ты нам это говорит. Вы нам слайды показываете. Картинки действительно похожи на слайды. Вот такое изображение Сатурна наблюдалось именно в окуляр телескопа. Плоскость колец в этом месяце благоприятно развернута для наблюдений. Бывают моменты, когда Сатурн переворачивает кольца, как говорится, на ребро. Из земли они кажутся очень тоненькими. А сейчас разворот колец хороший. Сатурн повернулся к земле как будто своей макушкой. Сами астрономы в этот день появились на Кремлевском валу, чтобы объяснить и показать рязанцам, как небесные тела выглядят на самом деле. Ведь намного удобнее смотреть в небо и понимать, что ты видишь. Правда, как это уже отметили сами рязанцы, скорее всего, удобнее было бы наблюдать за космосом, уйдя от городского освещения. Мы планируем выехать за город, где-то может быть в конце следующей недели. Там будет как раз луна. В интересной фазе мы хотим рассмотреть рельеф ее. Может быть сделать несколько красивых снимков. Но все будет зависеть именно от погоды. Речь идет о текущей неделе, так как эти съемки производились в прошедшую субботу. Если у кого-то появится желание настроить свой телескоп, чтобы со смыслом смотреть ввысь или отправиться с астрономами наблюдать луну, можно присоединиться к этим активистам. Все подробности есть на их сайте Meridian 39. Это все новости на сегодня. Мы благодарны зрителям за внимание и прощаемся. До завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok